Тем временем в Якутске местные производители представляют свою сельскохозяйственную продукцию. Возможность реализовать товар ежегодно дает республиканская выставка-ярмарка. Она началась сегодня. Традиционно предприятия разместились на Комсомольской площади столицы республики. Рассказывает Юрий Осипов. Несмотря на изобилие товаров местного производства, очень интересным является производство местных чипсов. Свою необычную продукцию представили учащиеся Росолодинской школы, которые сами производят чипсы и картошку фри. Выручку от продажи этого натурального продукта школьники получают сами. Чипсы изготавливаются из особого сорта картофеля – чараид. Мы как никогда план перевыполнили по молоку, по сену, заготовку сена. И в дальнейшем у нас, конечно, развитие поэтапное будет при поддержке нашего правительства, Министерства сельскохозяйства. Ярмарка привлекает горожан возможностью найти все необходимое в одном месте и по доступным ценам. В этом году она продлится три дня, а не два, как обычно. Ежегодно, конечно, мы ждем эту ярмарку, потому что каждый год приезжает Сулусов. Сулусов привозит свою продукцию местную. И, естественно, мы ждем этого и хотим купить, потому что и мясо, и молоко – все это нам нужно. Такое мероприятие – прекрасная площадка для производителей, чтобы представить свой товар как можно большему числу своих потенциальных потребителей. Кроме того, это возможность обменяться опытом с коллегами по цеху. По предварительным данным по сбору урожая картофеля, по сбору овощей, по производству зерновых культур, кормовых культур, у нас все показатели будут ростом по отношению к 2015 году. Несмотря на сложные природно-климатические условия, селяне смогли заготовить в целом по республике грубые корма, сено для обеспечения устойчивой зимовки своего скота и лошадей. На ярмарке широко представлена мясная, молочная продукция, а также самостоятельно выращенные овощи. Представили также и животных. Посетители ярмарки могли увидеть домашнюю птицу, коров, оленей, поросят, кроликов и множество других животных. А посреди Комсомольской площади красовалась мощная сельскохозяйственная техника. К примеру, убойный комплекс контейнерного типа для заготовки мяса. В этом мобильном цехе проходит вся процедура разделки, начиная от оглушения и заканчивая, собственно, разделкой. Подобный цех уже запущен в Нижнеколымском Улусе. Туда был поставлен комплекс из пяти контейнеров, которые соединяются в единое целое. Работа ярмарки не заканчивается сегодняшним днем. Те, кто не успел сегодня купить товары местных производителей, могут прийти в выходные и присоединиться к счастливым покупателям. Юрий Осипов, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.